Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, Саша, сначала расскажите нам про антураж континентальной футбольной лиги. Все-таки вы присутствовали на предыдущих турнирах. Нравится? Чем интересен болельщику? Прежде хочу поблагодарить организаторов континентальной футбольной лиги. Это очень важное событие, как и в большом футболе, взрослом и в детском. Это уже второй турнир, который мы проводим. В этом году достаточно много хороших команд собралось. Мы уже подключаем 2012-2013 год, это очень важно. Это наше будущее поколение, которое будет участвовать в наших не только Лиге ЛФЛ, но и в континентальной лиге. Саша Панов расскажет про детский КФЛ, чтобы люди поняли, а то подумают 2012-2013 год. Естественно, про детский. Да-да-да. Хорошая организация. Отличная. Слава Богу, погода не всегда подводит. Но, тем не менее, дети довольны. Родители в восторге. Эмоции, буря радости, разочарования. Все, как и должно быть в детском футболе. Но никто не остается неотмеченным. Герои получают свои награды. Вот. И, соответственно, тому радуются. Поэтому отличный турнир. Очень нам нравится. И я даже больше скажу, что мы уже планируем чемпионат России провести среди детского возраста в Сочи. Мы планируем. Поэтому у нас такие серьезные планы. В следующем году, возможно, формироваться будет сборная детская, которая тоже для нас большой такой прогресс. Так что планов много. Работаем, развиваем. И смотрим на старшего брата, как они это все делают. И хотим тоже 69 команд, чтобы у нас участвовал когда-нибудь. Денис, вопрос к тебе. По детской континентальной футбольной лиге ты как скаут, как человек, который знает очень многое за кулисами и так далее. Вот детская сборная России, когда она будет и будешь ли ты за кем-то приглядывать? На самом деле для меня это новое. То есть я узнал со слов Саши о том, что они планируют уже о том, чтобы создать сборную детскую России. Я думаю, что это даст свои плоды, потому что мы будем смотреть за игроками сборной будущей. Уже с пеленок получается. Саша, еще про детскую футбольную лигу. Скажи, пожалуйста, я зашел на поля вашего. Там совершенно другая жизнь вообще кипит. И там родители, мне кажется, даже больше, чем сами дети волнуются переживать. Безусловно, все родители на эмоциях. Для них это тоже событие. Они никогда не участвовали в таком континенте, ну и у континентальной лиги. Что это такое, они тоже не знают. Но вот они как раз познакомились с этим чемпионатом. Они ощутили полностью эмоциональную его составляющую, переживания за своих детей, за результат, за победу, за поражение. Вот. Поэтому они болеют очень хорошо, поддерживают. Ну и, соответственно, создают нам такой некий фон болельщиков тоже на трибунах. Ну, к сожалению, у нас без трибун. Но, тем не менее, вокруг поля всегда много народу. И это делает турнир, скажем так, людным. Поэтому отлично. Спасибо родителям, которые могут, приезжают. Не уехали на праздники, а приняли участие в континентальной футбольной лиге. И получают удовольствие и наслаждение. Насколько я понимаю, еще и региональные же команды посетили наш турнир. Ну, да, есть три команды из Курска приехало. Ну, пока это в основном московские команды. Но, тем не менее, филиалов здесь тоже достаточно много. Портер, Авангард, Пантера. Это футбол, там, Академия футбола, там. Достаточно много мы увидели сегодня новых, так сказать, команд, которые с этого сезона уже в западной ЛФЛ-лиге, которую мы открыли, играют. Поэтому сейчас так мы видим соревновательный процесс между, скажем так, южной лигой и западной лигой, потому что большая часть команд из юга и запада. Вот, поэтому здорово, что мы расширяемся. И я думаю, что в планах, как и большой ЛФЛ во всех округах, чтобы было у нас детские дивизионы работали. Вот, и к этому мы будем стремиться и планомерно работать над этим. Саша, и твоя команда, расскажи о ней, пожалуйста, она же тоже участвует. Да, в детской футбольной лиге, континентальной. Да, мы участвуем по 8-9 году в этом году. Как называется? Ну, так и называется, Пантера. Футбольная школа Александра Панова, ну, сокращенно в ШАП Пантера. Вот, в том сезоне мы, в том году мы принимали участие в формате 6 на 6, играл 9-10 год. Вот, ну, мы получили определенный опыт, но мне больше все-таки нравится играть 8 на 8. Он приближен к моим, так сказать, ожиданиям и взглядам. И детям это тоже больше нравится, когда больше площадка. И вот в этом сезоне, в этом году мы собрали 8-9, частично 10 год у нас. Ребята такие, которые прогрессируют. Они играют со старшими ребятами для того, чтобы еще больше прогрессировать. Ну, первый день у нас прошел удачно. Мы сыграли две игры. Одну из них выиграли у Портера в упорной борьбе. Потом мы сыграли с Курском в ничью. Ну, и вот сегодня в группе выиграли «Авангарда» и заняли первое место. Так что завтра нас ждет очень насыщенный футбольный день. Вот, какая бы команда ни досталась, неважно, здесь это детский футбол. Здесь фаворитов как таковых нету. Все решает доля везения, возможно, какие-то ошибки, которые мы допускаем и наши дети, и чужие. Вот, поэтому здесь говорить, как бы лидер трудно. Все равные команды, это важно. И это очень интересно, потому что те победы, которые одерживают команды над командами, да, соперников, они получают именно эмоциональный заряд именно вот этого удовлетворения, что они не просто выиграли там 15-0 у неизвестного какой-то команды, а в упорной борьбе победили и заслуженно, ну, как бы, получили награду. Поэтому надеюсь, что завтра погода не подведет и закроется континентальная футбольная детская лига. В хорошем настроении и команды добьются все те, что хотят. Ну, у Пантера задача одна, естественно, победить. Для этого мы, конечно, и работаем, стремимся. Но если мы даже не добьемся этого результата, это не будет такое какое-то разочарование. А наоборот, это будет по спору к следующему КФЛ собрать еще более сильную команду, еще мощнее выступить. Ну, поэтому тот опыт, который мы приобретаем, наверное, для каждой команды очень важен. Ну, пожелаем от себя тоже детям хорошей игры завтра. И, естественно, медаль есть медали. Друзья, ну, давайте поговорим немножечко о большом КФЛ, о большом футболе. Денис, прошли три самых, наверное, сложных дня, потому что была группа, было крайне много матчей. Ты как скаут сборной, да? Много ли матчей удалось посмотреть тебе? Ну, на самом деле, я просматриваю, ну, в течение дня я просматриваю периодически все матчи. То есть я хожу с первого... У нас три поля, я хожу с первого по третье поле. Я бы хотел добавить к Саше то, что вы говорили о детском футболе, вот этот антураж. Я могу сказать, что он положительно перенесся и на наш антураж, да? То есть дети, ну, команды, которые приехали из этого же Курска, там три команды, Саша говорил, они приходят болеть за свою взрослую команду с родителями, и поддержка, ну, как бы, дает свои плоды, там, не дает свои плоды. Но антураж вот этот, как бы, передается, этот праздник, они переносят прямо на континентальную футбольную лигу уже взрослую. Денис, скажи, пожалуйста, открываются ли для тебя какие-то новые футболисты, помимо тех, кто кандидатов? Я даже не прошу сейчас называть фамилии, но, может быть, для себя кого-то отметил уже? На самом деле очень много новых имен, 70 команд, это огромное количество команд, соответственно, есть новые команды, которые приехали сюда, и никто не знал название их, да, никто не знал их заявку. И команда уже, вот, одна из них лавина, да, которая закомендовала себя великолепной игрой, и там два-три человека, которые уже на заметке, и которые уже в списке. И также есть команды, которые приехали, которых мы уже знаем, и мы просматривали там одного игрока, а по факту открыли для себя нового. То есть очень много новых имен. Саша, вопрос к себе. Турнир скоротечный, быстрый. Скажи, пожалуйста, что выходит в таких турнирах, естественно, на первый план? За счет чего выиграются такие турниры? Опыт, физика или еще что-то? Ну, я прежде тоже, как и Денис, хочу добавить, теперь от детского футбола для взрослого. Также наши дети могут увидеть прекраснейший турнир, где есть на что посмотреть. Вот мой сын, даже мы вчера смотрели много матчей, очень ему понравилась сборная Индия почему-то, хотя она, может быть, крайне неудачно играла, но сам факт, что она присутствует на турнире, это уже говорит о многом. Вот. Но в целом, что касается самой игры, безусловно, это физическая подготовка, безусловно, это сыгранность команды, безусловно, амбиции команды, потому что, ну, как глядя на этот турнир, многие сначала вроде едут как бы поучаствовать в нем, а когда доходит дело до игр, когда они начинают побеждать, вкус победы ощущать, они уже хотят дойти до большего. Соответственно, здесь, конечно, сплоченность команды, физическая подготовка. Опять же, перед штабом тренера сборной Дмитрий Юрьевич сам лично смотрит, перед скаутами сборной, которые берут на заметку футболистов, никто не секрет, чемпионы мира, чемпионы Европы, для любого открыт двери сборной, пожалуйста, доказывайте. И вот такой турнир как раз и дает возможность и сборной, и самим участникам турнира показать себя во всей красе. Денис, осталось совсем чуть-чуть, у нас два дня. Что ждешь от этих матчей, плей-офф, новых имен или каких-то результатов и так далее? Как показали первые три дня, во-первых, я жду игры, превосходной игры, и чтобы футболисты получали меньше травм, потому что травмы неизбежны в этом футболе, потому что игры пошли сейчас на выбывание, и команды играют от ножа. То есть футбола, в принципе, в некоторых играх уже стало меньше, больше стало борьбы, и больше стало каких-то моментов нефутбольных. Ну, понятно, что хочется посмотреть на футболистов уже в определенных условиях, да, то есть когда нельзя ошибаться, когда уже нервы на пределе, и когда футболистам, ну, то есть уровень футбола, футболиста в этих матчах будет виден как раз. Не в матчах группы, да, именно в матчах на вылет. И вот поэтому мы и говорим о том, что, правильно говорить здесь, физически это готовый футболист, потому что идет борьба, жесткая, да, мужчина играет. Саша, последнее, пожелай, пожалуйста, что-то футболистам, которые будут играть в плов, все-таки совсем недавно ты был, собственно, на их месте, и тоже выигрывал, да, турниры в таких. Ну, конечно, безусловно, я рад за ребят вообще, за всех, кто приехал, кто участвует в этом турнире. Действительно, это классно, в таком формате играть, на таком уровне. И я сейчас смотрю, мне кажется, мы еще играли послабее уровень у нас был. Сейчас, конечно, уровень вырос. Видно, что команды готовятся не только к этому турниру, а в целом во всем чемпионате. Они видны, что в форме. Это очень важно. Вот. Ну что, естественно, как Денис сказал, поменьше травм, побольше осмысленности, хороших голов. Ну и, соответственно, побеждает та команда, которая действительно, да, во всех компонентах сильнее своего соперника. Поэтому, кто бы это ни был, хотелось бы им пожелать удачи. Ну и, чтобы этот турнир им и в опыт вошел, и в удовольствие, и в радость. Ну и не забывает о том, что после футбола тоже это сплоченность. Да, и жизнь после футбола тоже должна быть. Так что, удачи всем. И без травм. Денис, и тебе пару слов. Ты как скаут, что пожелаешь тем футболистам? На что ты обращаешь внимание? Чем должны тебя заинтересовать футболистам? Ну, во-первых, это праздник, праздник, ну вот, как про Саш сказал, и не только на поле, и за полем. То есть здесь очень много друзей, знакомиться, ну, то есть друзья, в плане которого уже друг друга знают. А по ходу турнира начинается новое знакомство, новое общение, и новая завязывается дружба. То есть я желаю, чтобы ребята больше общались, больше дружили. То есть было побольше футбола и каких-то моментов жизненных, и поменьше негатива, которые, к сожалению, пока мы не вывели, но это опять же часть футбола. Ну, безусловно. Денис, Саш, спасибо вам большое хороших вот этих двух дней, плодотворных, красивого футбола. Друзья, ну, мы скоро выйдем в новую студию. До встречи.